Тема ЖКХ по-прежнему будоражит умы горожан. На наиболее актуальные вопросы в пятницу ответил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства региона. Сейчас в Ивановской области полным ходом идет лицензирование управляющих компаний. Завершится процесс в мае. Лицензионная комиссия в декабре 2014 года полностью сформирована. Состоит из 12 человек. Вчера был проведен первый квалификационный экзамен. В день принимается по 16 заявителей данный экзамен. Проводится экзамен два раза в неделю. И до 15 марта планируется, что все заявители пройдут данную аттестацию и получат, соответственно, при положительном решении лицензионной комиссии свой квалификационный аттестат. На сегодняшний день в жилинспекцию поступило 160 заявок. Всего, по данным ведомства, в регионе около 400 компаний. Без лицензии ни одна управляющая не будет иметь право осуществлять свою деятельность. Нарушение этого требования грозит фирмам штрафами. Для частных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических от 150 до 250. Контролировать деятельность лицензированных управляющих компаний будет жилищный инспектор. Жилищный инспектор вправе выдавать предписания о прекращении нарушений, выявленных каких-то по итогам проверок. Также он вправе выдавать предписания об устранении и проведении мероприятий в целях обеспечения надлежащего исполнения законодательства. Также инспектор вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах компетенции службы. И опять же инспектор имеет право направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с выявленными нарушениями, в том числе для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, если они выявлены. Но это не значит, что по любым коммунальным проблемам жильцы должны обращаться к инспектору со всеми вопросами по-прежнему в управляющую компанию, но в письменном виде, чтобы потом, в случае неисполнения компании, в срок своих обязанностей жилинспекция могла принять меры.